Ранней весной, когда Волга еще только-только тронулась, Мишка перебрался на ту сторону и разыскал свой лес, откуда он был взят, и своих родичей. И сколько раз потом охотники не обкладывали его берлогу, никакими хитростями не могли поднять и выманить его. Потому что Мишка слишком хорошо знал, что если он выйдет к людям, то или снова попадет в неволю, или поплатится жизнью. Этот его выход будет смертным боем с людьми. Родила меня мать в гололедицу. Умерла от лихого житья. Но пришла золотая медведица. Пестовала чужое дитя. «Милый Алиханушка, ты просишь меня, чтобы я вспомнила слова и фразы, которые произносили в наших краях в пору моего детства и юности. Выполняю, как могу, твою просьбу», – писала Мария Леонтьевна Тургенева своему племяннику из Самарской деревни в начале 20 века. Говорили, например, у нас «Горыч» – это ветер с гор. А еще говорили «Северка» – это северный ветер. «Ядрена» – говорили про баб, то есть ядреная бабочка, разумница. «Федот» – да не тот. Ну, это ты, конечно, и не только у нас слышал. Помню, еще говорили про умных людей, да точные. Мария Леонтьевна задумалась. Да уж непростую задачу поставил перед ней племянник. Мол, вспомни-ка, тетушка, сладачки из своей юности. Пишу, понимаешь ли, стихи на сказочные темы про разных там ведьм, колдунов. И очень мне такие слова для этих стихов нужны. Племянник, голова, алиханушка, сын покойной сестрицы Александры Леонтьевны Толстой. Его сиятельство живет в Петербурге на Пушкинской, дом 8. И пишет там про их самарскую и симбирскую нежить. Вот для этих его стихов и подавай всякие мудреные словечки. Да уж, много разного было. И в детстве ее, и в юности. Всего племяннику и не перескажешь. Да и не нужно ему этого. Ему только словечки от нее подавай. А вот какая история произошла у меня на глазах в той деревне, где прошло мое детство, подумала Мария Леонтьевна. Запишу-ка я ее. А вось и эта история когда-нибудь сгодится. Большая охота выехала к медвежьей берлоге. Охотники развели костры, чтобы дымом выкурить медведя. Они надеялись, что в берлоге есть и медвежата. Долго, выжидали охотники, нелегко поднять со спячки зверя. Прошел добрый час, пока послышался глухой рев. Из-под корней и снега показалась мохнатая морда. То была медведица, а за ней медвежата. Медведица вышла из берлоги, поднялась на задние лапы, заревела и пошла на людей, защищая своих детенышей. Грянул, выстрел, медведица кинулась прочь и быстро побежала в лес. Два медвежонка за ней. Но одного из них охотникам удалось поймать и посадить в сани. А вот с другим медведица спаслась в лесу. Охотники подосадовали и возвратились с медвежонком домой, назвав его Мишкой. Мишка был веселого нрава. Скоро привык к людям, к молоку и к собакам. А особенно полюбил щенят, которых во дворе было много. С неделю он тосковал о матери и о брате. А потом забыл их. Ел хлеб, соленые огурцы, а молоко пил прямо из бутылки. Так прошла зима, началась весна. Мишка стал входить в силу. И озорства у него тоже прибавилось. Очень он любил стоять во дворе и поглядывать на все маленькими глазками. Дескать, и не его, будто бы это дело, а все примечал. На все смотрел внимательно. Он, борзятник, созывает щенят. Корму принес. Льет в корыто густую овсянку. Мишка стоит не с места. Глядит, как собирают щенки. Визжат, каждый норовит залезть в корыто с лапами. Мишка смотрит, а чуть борзятник отвернется, подбежит к корыту. Схватит щенка и давай его нянчить. Щенок визжит от испуга, а Мишка все крепче и крепче жмет его сильными лапами. Вот охотник и уговаривает его. Отдай, Мишенька, щенка. А Мишенька и знать ничего не хочет. Забавно ему, видите ли, как визжит щенок. Тогда охотник рассердится, ударит Мишку палкой. Жалобно скуля, Мишка трет ушибленное место и уходит в свое логово в сене. И вот в одну из темных ночей, когда хоть глаз кали, ничего не видно, Мишка стал силой ворочать железные прутья. Вырвав один прут, он примерился, не пролезет ли, но оказалось, что дыра была мала. Тогда он раскачал еще один прут, и снова примерился. Теперь вылезти было можно, но держала цепь, к которой он был прикован. С большим трудом, пробравшись в отверстие, Мишка со всей силой рванул кольцо из носа. И хоть при этом он обезумел от боли и залился кровью, но стал свободен. Учуявшие его собаки, однако подняли страшный вой, и Мишка пустился на утек, что из силы он бежал к роще, чтобы переплыть речонку, зная, что собаки потеряют след по воде, а переплыв реку, кинулся в поле. Тем временем в усадьбе замелькали фонари, но пока поняли, да разобрали, что к чему, Мишка был уже далеко. Тогда охотники сели на коней, взяли гончих, и гончие повели по следу, но довели только до реки, а там след пропал. Тогда охотники решили, что утром сядут на коней и отправятся в погоню. Как бы ни наделал, Мишка бед не задрал кого-нибудь. Между тем, Мишка пробежал поле и достиг леса. Всю дорогу он тер морду землей и снегом, чтобы унять кровь, но знал, что гончие все равно возьмут след и доведут охотников до любого места, где бы он ни скрылся. Доковылял Мишка до берега Волги и стал думать, остаться ли ему здесь или плыть в лес, что на том берегу, а пока лег отдохнуть. А слаб, да и вода была очень холодна. Однако совсем скоро он услышал собачий лай, который с каждой минутой становился все ближе и ближе. Тогда Мишка бросился в реку и поплыл на тот берег. А когда спустя полчаса свора привела охотников к месту Мишкиного отдохновения, его здесь уже и след простыл. В это время Мишка быстро пересекал реку, держа прямо к берегу. Выбравшись на том берегу, он отряхнулся, влез на дерево и еще дня два перелезал с одного дерева на другое, чтобы обмануть собак. На третий день он слез и стал выискивать место для берлоги. Долго рыл яму и таскал сухих листьев и корму. И, наконец, залег на зиму и стал сосать лапу, как делали все его родичи. А ранней весной, когда Волга едва тронулась, Мишка перебрался на ту сторону Волги, разыскал лес, откуда он был взят. И сколько раз не обкладывали охотники его берлогу, никакими хитростями не могли поднять и выманить его. Потому что Мишка слишком хорошо знал, что если он выйдет к людям, то опять попадет в неволю или поплатится жизнью. И что его выход из берлоги будет смертным боем с людьми за все его обиды. А еще, Лиханушка, пели у нас разные песни. У мальчишки кудри вьются, у девчонок сердце бьется. Или как по морю, морю синему плыла лебедь с лебедиатами, с лебедиатами, с малыми ребятами. Песни эти никто не сочинял и не записывал, но все их знали и подпевали друг дружке. Любить у нас не говорили. Любить это слово стыдное, нехорошее означает грех. Любит только полюбовниц. А вот жалеть это слово хорошее. Она его жалеет, значит любит по-настоящему сильно. Задал ты мне, племянчик, задачу. нынче поутру проснулась и все о твоих словечках думала. Впервые ты мне открыл так душу, а с ней надо старушка разбираться, не торопясь. А еще вот что я скажу тебе, Алиханушка, сохрани душу свою чистой, но будь милосерден и к слабым и беспомощным. В этом великом порыве есть сила и доброта. А за сим целую твои ясные глаза, твоя старая тетя Мария Тургенева. И ушла золотая медведица. На прощанье дала талисман. От того-то плаются и грезятся мне леса и река и туман. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров Н.